Америка Главная проблема США заключается в том, что мы, американцы, тратим значительно больше, чем зарабатываем. Норма сбережений в стране фактически равна нулю. Поэтому мы вынуждены занимать деньги за границей, чтобы возместить чрезмерные затраты в самих Соединенных Штатах. Как заметил один американский сатирик, иностранцы теперь поставляют нам не только товары, но и деньги, чтобы эти товары приобрести. Питер Питерсон, министр торговли США, еще при Никсоне, ныне миллиардер, хозяин инвестиционного фонда Blackstone, говорил это два года назад. Что означают все эти дефициты, это то, что мы пытаемся потребить больше, чем производим. В краткосрочной перспективе мы можем это делать, но в долгосрочной это, конечно, невозможно. Без сбережений будущего нет. А это Алан Гринспен, великий Гринспен, 20 лет почти возглавлявший Федеральную резервную систему США. Гуру банкиров, отец великого американского процветания, дело которого теперь продолжает его верный последователь Бен Бернанке. Именно при нем дешевые деньги и кредиты соблазнили американцев полностью отказаться от сбережений, то есть от будущего. Это его фраза «нет предела в пополнении ликвидности», то есть денег, долларов можно напечатать сколько угодно. Именно это открытие лежит в основе действующей политики ФРС. Теперь в отставке Гринспен прозрел. Накануне кризиса федеральный долг американского правительства приблизился к 9 триллионам. Однако, если прибавить к нему долги американских корпораций, долги домохозяйств, общая сумма превышала 50 триллионов долларов. Единственная цель, к которой государство должно стремиться, это стремиться обесценить долги. И сделать это, оказывается, не так легко. Вот Бернанке до сих пор не удалось это сделать. При том, что он напрудил безумное количество денег. Баланс Федерального резерва – это сейчас больше 2 триллионов долларов. То есть полтора года назад это было, два года назад это было 800 миллиардов. Даже при этом ему не удалось раздуть инфляцию. Что такое держать ставку близкой к нулю на протяжении полутора лет? Это и значит сознательно вызывать инфляцию. При этом резко увеличивать размер кредитной эмиссии. Это и значит пытаться вызвать инфляцию всеми возможностями других способов. Не существует инфляцию, нельзя объявить. Разрешить проблему долга с помощью роста инфляции – это еще одно решение, конечно, не самое лучшее. Есть и третий вариант – просто аннулировать долг. Отчасти это уже происходит. Многие компании объявили о своем банкротстве. Очевидно, что американское правительство постарается не допустить такой сценарий. Тем не менее, риск всегда существует. Живой, действующий американский профессор мягко так говорит о дефолте США. Оно дорогого стоит. Понятно, что сколько бы ни хорохорилось федеральное правительство или федеральная резерва, говоря о том, что дефолт Америке не грозит, в крайнем случае федеральный резерв профинансирует. Это заявление, в которое, я думаю, они сами не верят. Они должны, может быть, так успокаивать публику, но сами они в это не верят. Другое дело, что прежде чем это наступит, я думаю, что мы увидим другие суверенные дефолты. Раньше, чем американские. И мы видели, как накануне кризиса доллар начал стремительно обесцениваться. Вот именно тогда доллар начал стремительно терять монополию, как мировая резервная валюта. То есть слабый доллар – это ничего бы. Но если доллар утрачивает функцию мировых резервов, закрывать дыры будет вообще нечем. И тогда ФРС начал повышать ставку. За 2001 год ФРС понизила учетную ставку с 6 до 1,75%, к 2003 году – до 1%. Далее пошло резкое повышение. К середине 2007-го она достигла отметки 5,75%. Затем ФРС вновь начала резко снижать ставку. В сентябрю 2008-го она скатилась практически до нуля. Что это за дикие метания? То есть при низкой ставке и дешевой валюте вы легко обслуживаете долги. Но рискуете потерять саму валюту. При сколько-нибудь существенной ставке обслуживание долгов становится невыносимым для экономики. Вот в этом, все более сжимающемся коридоре, и металась американская финансовая политика. И дометалась. 15 сентября именно из-за резкого удорожания денег рухнул Леван Бразерс. Гринспен и Бернанки вначале проводили мягкую денежную политику, а потом, летом 2008-го года, Бернанки ее резко зажал. В середине рецессии, осенью 2008-го, политикой сильного доллара была большая ошибка ФРС, которая породила огромные проблемы в этой стране. Легко сказать. На самом деле дело не в ошибке. Дело в фундаментальной неспособности решать две несовместимые проблемы. Обслуживать невероятно раздувшиеся долги и поддерживать курс неограниченно печатающейся валюты. То есть ненастоящих денег. Нельзя одной и той же попой сидеть на встречных поездах. Игорь Куберман. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова